Приветствую вас, и ваши родители, они, конечно, действуют исходя из своих соображений, исходя из своих целей, исходя из своих желаний, исходя из того, что для вас, по их мнению, лучше, вот. Это безусловно. Безусловно так. Безусловно. Я бы даже мог принять на веру, именно на веру принять, то, что вы действительно оказались под прессингом. Если бы только вы не написали, что из-за них, из-за них, вы давили на своего мужчину. Вот здесь, когда вы написали, что из-за них вы на него давили, у меня загралось подозрение в том, что... В том, что вы хотели этого. То есть, вы разрешаете себе давить на мужчину, вот. Потому что, да, это родители. Вот. Когда... То есть, вы встали, впадаете, точнее впадаете, вы впадаете в состояние жертвы. В этот вот момент. Когда... Говорите, что мне пришлось... Там и так далее. Когда вы говорите, что мне пришлось, что это из-за них, вот. Ну, из-за родителей. Вот. И так далее. То есть, это, к сожалению, жертвенная позиция. Вот. То есть, позиция собственной безответственности. Вот. И я думаю, я думаю, что начинать вам нужно с этого, с простройки личных границ. Вот. Соотделение себя от родителей. То есть, это... Категорическое... Раздельное проживание. Вот. Значит, ну, категорическое... Категорическое раздельное проживание с родителями. Вот. Ну, и, соответственно, взятие на себя... Полное ответственности. За то, что... Происходит. С вами. Вот. Ну, сейчас. На данный момент. Я имею ввиду. Вот. Это... Такой аспект. Значит, следующее. Следующее. Значит... Вы расстались... Своим молодым человеком. Не из-за них. То есть, вы как бы искали, да, жилье. Но, вы его... Эм... Не... Не... Не нашли. Как бы. И если молодой человек... Не готов... Преодолевать... Вот. Такого рода... Препятствий. Да. Такого рода... Препятствия. Нужно... Возможно, он... Возможно, он... Не готов вообще... Что-то преодолевать и бороться. То есть, эээ... В целом, в целом, если ваша мама, она такая вот, ну, достаточно активная, да, достаточно агрессивная, то, в целом, и вы тоже можете инстинктивно, да, вы тоже можете инстинктивно, да. Выбирать... Эээ... Себе. Эээ... Значит, ну, инстинктивно выбирать себе... Мужчин, которые... Эээ... Эээ... Ну, так же слабенькие. То есть, ну, не... Не дотягивают до... Эээ... Эээ... Вашего уровня. По... По вашему... Эээ... Внутреннему... Ощущению, да, по вашему внутреннему... Эээ... По вашему внутреннему состоянию. Вы же боитесь сближаться, да, и... Страх сближения, он... Не на пустом месте... Появился. Понимаете? Понимаете? Вот. Скорее всего, он был. Уже до этого. Эээ... Точно так же... Точно так же... Как этот страх... Есть у... Вашей мамы. Которая... Так же боится... Близости... И... Собственно, именно поэтому... Эээ... Так много... Внимания уделяет... Эээ... Вот... Брак. Поэтому первое, это эмоциональная... Эмоциональная независимость от родителей. И второе, это... Сепарация от них, эээ... То есть, не смотря на... Не смотря на их сопротивление, да. Эээ... Проживание отдельно от них. Эээ... Чтоб... Эээ... Что бы не было... Чего бы не происходило. Ну вот. И дальше уже... Активная защита... Своих... Своих личных... Личных границ. Эээ... Это то, что вы... Реально можете сделать... Сами. Это то, что... Вы реально можете... Эээ... Ну... Самостоятельно... Эээ... При... При... Предпринять... В этой ситуации. Эээ... Снимаете? Эээ... Ну, исходя именно, вот, из... Того, что вы написали, да? Ээ... Дальше... Значит, так... Эээ... Так... У них мечта... Эээ... Выдать... Меня замуж. Особенно у мамы. Ну, соответственно, да... Тут вот, нужно... Эээ... Нужно... Эээ... Скорее, ваши... Эээ... Собственные чувства отследить. Эээ... То есть, как бы, ну... Хорошо. У мамы есть... Эээ... Мечта. Ээ... Выдать вас... Замуж. Но... Чего она хочет? Для чего едет ей эта мечта? Ведь, эээ... Она же едет для чего-то нужна, эээ... 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 Эта мечта. Вашей, именно, маме. Ну... Понимаете? Она же... Для чего-то нужна, она же какую-то... Какую-то цель. Эээ... Мама... Преследует же. Вот, надо понять, какую цель. Почему ей так важно, чтобы вы были замужем? Вот. И... Нужно постараться... Постараться... Эээ... Дать ей то, что она хочет. То есть, эээ... Просто, чтобы вы понимали, да? Эээ... Просто, чтобы вы понимали. Эээ... Эээ... Давление не уйдет. Эээ... 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 С... С... С выходом вас. Замуж. Потому что, после этого будет, наверное, ребенок. Ну, я не знаю, но... Скорее всего. Что... После этого будет ребенок. Вот. Что-то она... Она будет... Эээ... Ну, да... Давить... На вас. Ребенком. То есть, вынуждать. Винуждать, чтобы... Чтобы... Эээ... 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 Потом она будет указывать, эээ... Вам... Эээ... Эээ... Как его воспитывать. И так далее. То есть, это по сути, по сути, это... Ээээ... 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 Бесконечно будет... Так происходит. Так происходит. Эээ... Эээ... Ну, да, нужно понять, что маме нужно. Чего мама хочет. И... И... Что из того... Ээээ... Что из того, что она хочет... Конкретно ... А... Вы берёте... Как бы на себя. Ты на себя. Ну, то есть вы берёте для себя. Вот. Принимаете это. Как бы, вот, с чем вы соглашаетесь? Дальше, у нас сейчас, я должна быть с ними или с ними или с мужем, а что считаете вы? Что считаете вы аноним? Что вы сделали для того, чтобы реализовать то, что вы считаете? Каждого потенциального парня, она видит мою мужем, берет меня за глотку вместе с ним. Опять же, нет, вы позволяете брать маме, маме, себе за глотку вместе с ним. У меня были отношения, которые продлились 4 года, родителям мою парню нравился, но мне всегда говорят, что он еще молодой и не женится. Опять же, опять же, как бы, ситуации бывают разные, да? То есть, ну, вот, на самом деле, на самом деле, все с бедра. И не всегда есть возможность, да, например, иметь там собственную квартиру, допустим. Но, но, почти всегда вы можете сделать так, чтобы родители ничего не знали о том, что происходит в вашей жизни. Повторюсь, при желании, то есть, если у вас такое желание есть, да, если у вас такое желание есть, вы можете это сделать. Что родители просто будут думать, что вы одна, а вы, на самом деле, спальня. Ну, и все. Ну, но тонкость вся в том, что вы и этого не делаете. Знаете, то есть, то есть, родители, они, родители, они знали о том, что вы с кем-то встречаетесь. Почему? Вы даже думаете, это случайно? Ну, вы думаете, они случайно об этом знали? Лично я так не считаю. Мне кажется, что вы сделали это, может быть, не осознанно, но вы сделали это, ну, как сказать, да, может быть, вы сделали это прямо вот не обязательно, прямо специально, да, но вы это сделали. Это был ваш выбор, посвятить родителей в то, что, значит, с вами происходит. Ну, сейчас, в данный момент, да, в личной жизни. И вы можете это, вы можете списать, вы можете списать это на то, что хотели, чтобы было лучше родителей. Ну, они были спокойны, вы можете списать это на то, что думали, что они будут, там, как-то до вас закапываться, вот. Ну, на самом деле, в этом есть какая-то личная выгода ваша. То есть опять же нужно понимать, да, что я не знаю, какая выгода. Я не знаю, в чем ваша выгода. Вот на самом деле, на самом деле, да, я не знаю, в чем ваша выгода, я не могу сказать. Но я знаю точно, что она есть. А где-то, где-то, в чем-то она есть. Я не исключаю, что вы просто ее, ну, не отдаете себе отсчет, ну, в этом, в том, что она есть. Вот. Но она есть. И, соответственно, для вас лучше будет, если вы для себя это, ну, раскроете, если вы для себя это сделаете понятным, какую выгоду преследуете вы. Конкретно, что вы хотите. Ну, вот. Понимаете, да, о чем я перечу? То есть, чтобы было больше контроля над ситуацией, больше регулирования ее. Так, я уже этого парня любила, мне совершенно было неважно жениться на мне или нет, мне просто с ней было хорошо. Уже на втором году у наших отношений, у меня мама начала накидать на меня со свадьбой, что я пропускал мимо ушей. А вот, понимаете, да, какой здесь момент? Просто задам вам вопрос один, на который вам нужно честно ответить. Ну, постараться, по крайней мере, честно ответить. Вопрос такой. Вопрос такой. Вопрос такой. А... А... Какой? Какое право? Вот. Вот. Имеет ваша мама, она всегда на вас со свадьбой. То есть, какое она имеет право так делать. Вот. Понимаете? И, соответственно, ответьте себе на этот вопрос. И после этого, после этого, вот честно, честно себе, признайтесь. Почему вы позволяете маме так себя истить? Почему изначально не выставили личные границы с каждым мамой? Только я решаю, когда выходить замуж и за кого. Вот. Понимаете? Вот. Но вы этого не сделали. Вопрос заключается в том, а... Почему? Какие блоки на этом пути у вас? Потому что в этом переключается основная проблема. Личные... Личные границы ваши. Вот. Вот. И их защита. Отстаивание. Активное. Вот. Вот. Вот что важно. Для вас. Так. Когда нашим отношением исполнилось 3 года, он сам начал задавать на свадьбе, говорить об этом, искать варианты жилья. Ээээм... Говорил, эээээ, значит так. Что в ближайшем, эээ, будуще? Ну опять же я думаю что он это,øээ, делал... Эээ. Он это делал как бы, потому что чувствовал, что ваша мама она. Будет рядом. Далее, вы пишете, родители начали очень на меня наседать, мол, или сейчас, или расставайся с ним, да, то есть, опять же, здесь вот есть элемент манипуляции. То есть, здесь вы вновь представляетесь жертвой, вот. Здесь вы вновь представляетесь жертвой. И, как бы, это жертвенность, да, то есть, личная безответственность за то, что происходит с вами, она и делает возможным вот эти все истории, что на вас не всегда, там, мама, папа, да, и говорят вам, женишь или сейчас, или никогда, да, вот. Простой вопрос. На самом деле, простой вопрос, а вам это всё зачем? Как бы, вы чего хотите? От меня. Да, то есть, вам это, почему важно? Почему, как бы, мне, ну, выбора не оставляется, да, то есть, вот, почему вы, мне выбора не оставляете, почему вы давите на меня? Как бы, понимаете, какая история. Вот это важно, но понятно, что такого вопроса, да, вы, как бы, не сдаёте. Вот, вместо этого вы, там, пытаетесь оправдаться, да, возможно, вот. А вместо этого вы, как-то, стараетесь, что-то доказать им, вот, ну, родителям, своим, вот, и так далее. Хотя, на самом деле, да, это, как бы, не имеет никакого смысла вообще, потому что, родители, они, ну, не настроены, как бы, вести, ну, диалог конструктивный, вот, именно с вами, вот. Понимаете? Понимаете? Дальше. Значит, так. У меня был дом, я был, был сериальный прессик, у меня там нет навязчивых идей, поэтому сама я никогда бы не стал меня давить, но под давлением родителей мне приходилось это делать безустановочное. Понимаете, да? То есть, вы давили, давили, вы позволяли этому давлению, эээ, как бы, как бы оседать, эээ, ну, внутри вас. Знаете, в чём, в чём, только, в чём, как бы, боль? Вот. В этом и заключается основная, ну, основная проблема. Что, типа, 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 эээ, типа, это родители, но делаю это я. То есть, как бы, из-за них это всё. Вот. Вот. Это всё из-за них, а это на самом деле не так. Вот. Эээ, ну, не может, не может это быть из-за них, да? А вот это вы, эээ, вы, как бы, эээ, своими действиями, эээ, как бы, всю эту ситуацию сделали. Понятно, эээ, что сделали вы её не, ну, не намеренно, да? Да, это понятно. Но, тем не менее, тем не менее, просто, эээ, нужно взять ответственность, ответственность лично вам на себя за это всё. Понимаете? Вот. И не винить родителей, как бы, в том, что, эээ, произошло. Это родители, они уверен, уверены в том, что, эээ, хотят как лучше, желают как лучше, и, эээ, вообще, эээ, всё, всё, как бы, как бы, для вас. Вот. Вот. Вам это не подходит, и их, эээ, не особо волнует. Вот. И не волнует, потому что вы не защищаетесь. Вот. Вот. От их, эээ, ну, от их, эээ, ну, наед, наедов. Да? Вот. Знаете? Ну, зато вы, зато вы получаете право обвинять их и считать, что проблема именно в них, а не в вас. И, тем самым, эээ, снимать с себя ответственность. И, тем самым, эээ, как бы, ну, эээ, значит, тем самым, эээ, всё останется как есть. Вот. Значит, ну, и, соответственно, вот, да, у меня были крыковременные отношения, а теперь есть страх привязаться к самому человеку, полюбить его, потому что, а потом так же расстаться, я не хочу ни на кого давить. Ну, так, вы прави это сделать, но вы избегаете, и боитесь привязаться, потому что личных границ у вас нет. Как сделать, чтобы родители не лезли в вашу личную жизнь? Ну, я ответил вам на этот вопрос. Вот. Эээ, вот, в принципе, так. То есть, либо вы работаете над своими личными границами уверенности и влиянием установок родителей на вас, либо ситуация, к сожалению, будет снова и снова повторяться для вас. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. И что эти люди видят, спасибо только тайга. Просто. Брад. が. Сейчас дома.